Я не знаю, получится у меня сегодня всё сказать, о чём хотелось бы, но пускай Бог благословит всех нас, пускай каждое сердце будет открыто, приготовлено для того, чтобы семена сеялись, чтобы каждая почва была благоприятной, чтобы эти семена приносили потом обильный плод для Царства Божьего. Я думаю, что для вас не новость. Все мы тут уже такие крепкие христиане практически, практически все, ну, большинство, так скажем. И вы в курсе, что Бог говорит слово к верующим, да? Он не говорит слово к миру. Библия написана для тех, кто уже встретился с Богом. Он обращается к своим детям, он обращается к своей церкви, но, естественно, он надеется, что эта церковь, она его не подведёт. Он верит в каждого из нас. Он верит, несмотря на то, что мы бываем неверны, где-то там оступаемся, отходим, сопротивляемся. Всё равно Бог верит, и Бог всё равно ждёт. Когда же всё-таки мы созреем и скажем, «Господи, хорошо, я согласен на Твои условия». И у нас, у верующих, естественно, когда мы приходим к Богу, есть определённые обязательства, как перед Богом, так и перед людьми. Если, вот вы слышали, наверное, что жизнь в свободе, я хочу жить в свободе. И люди очень ошибаются, когда думают, что свобода — это делать то, что я хочу, и то, когда я хочу, да? Что хочу и когда хочу. На самом деле это не свобода, потому что подобный образ жизни приводит к плачевным последствиям. А свобода — это свободная воля, свободный выбор. И у нас есть выбор. Чёрное, белое. Да? И мы выбираем. И потом, естественно, так и живём. Если мы выбираем тёмное, плохое, то у нас и жизнь соответствующая. Всё кромко разваливается. Если мы выбираем свет, то, как сегодня в Псалме пелось, свет нам показывает дорогу, как нам дальше жить, что нам нужно делать, умудряет святых, правильно? И мы тогда такие становимся умными, мы даже потом сами себе удивляемся. Если Бог в нас верит, Бог нам доверяет, Бог от нас ожидает, но мы не берём на себя никакой ответственности перед Богом, а если мы не взяли никакой ответственности перед Богом, естественно, что мы не будем ни за что ответственны перед людьми. Потому что, когда мы приходим к Богу, мы оказываем верность Богу, мы тогда начинаем понимать, что мы нужны кому-то, и мы должны послужить кому-то. Опять у нас есть ответственность, определённая перед теми людьми, кого Бог поставит нам на пути, кому пошлёт, и вложит в наши уста и сердца то, что этим людям нужно сказать. И если это не так, если, допустим, церковь не должна брать на себя никакой обязанности, то тогда скажите, а зачем эта церковь тогда нужна на этой земле? Ну зачем её? Чтобы мы просто так пришли, посидели, посмотрели друг на друга, поулыбались, поприветствовали, пообщались. Это не клуб по интересам, это не место для развлечения, это тренажёрный зал. Мы сюда приходим навстречу к Богу для того, чтобы тренировать свою веру, а потом идти в мир и что-то делать. И вот эта вот обязанность, если она не проявляется, а такая церковь, она просто умрёт в конце концов. И понимаете, такая церковь тогда говорит своим образом жизни, Иисус, ты напрасно был на кресте, ты напрасно пролил кровь. Ведь Иисус заплатил свою жизнь, пролил кровь для того, чтобы учредить церковь на земле. Если у Иисуса, когда Он пришёл на землю, были определённые обязанности перед нами, казалось бы, хотя Он нам ничего не был должен, то тем более теперь эти обязанности есть у нас, как у церкви, перед Ним и перед теми людьми, которые ещё не знают Бога. И если Бог обращается к нам, вот, например, я просто так вскользь скажу несколько мест в Писании, вот Деяние 17.30, там написано, Бог повелевает ныне же всем людям покаяться. Но это же не значит, что это для мира сказано, для мира. И вот они должны прийти, они как-то непонятно, как должны это узнать, и непонятно, как прийти к Богу. Написано, как узнают, если не будет проповедующего, правильно? Это поручение прежде всего нам, святым, верующим. Потом, Бог дал нам поручение идти по всему миру, да? Марка 15.16 или, да, 16.15. Там написано, идите по всему миру, да? И что мы должны нести? Нести радостную весь спасение для того, чтобы каждый спасся и достиг познания истины. Это наше поручение, Божье поручение для нас. Это написано в 1 Тимофею 2.4. Дело в том, что если Бог нам дает поручение, то мы как христиане, как дети Божьи, если мы верны Богу, то мы должны брать на себя эту ответственность и это делать. И вот сегодня я хочу говорить на такую тему, вот Бог положил опять мне отрывок из местописания о верности, но звучит в 1 Коринфянам 4.2 «От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным», да? Но мне в сердце пришла фраза «От каждого требуется, чтобы он оказался верным». «От каждого требуется, чтобы он оказался верным». Придя к Богу, получив спасение, мы усыновлены, мы стали детьми Божьими, мы получили определенный и высокий статус на этой земле. Мы получили статус святых Божьих. Но святой Божий, он не может быть неверным, правда? Святой Божий, он должен иметь определенное качество. Святость в себе имеет очень много. Прежде всего мы, когда приходим к Богу, потому что мы жили до Бога своей жизнью, мы многого не понимали, вообще мало что понимали, жили как понимали. И вот когда мы приходим к Богу, и вот это вот понимание к нам приходит, что мы теперь обязаны Богу чем-то, что у нас есть теперь ответственность перед Богом, что мы должны прежде всего быть верными Ему. Хотя нас не освобождает это от верности в разных, во всех сферах нашей жизни. Мы должны быть верны прежде всего Богу, мы должны быть верны тому дому, куда Бог нас поместил, мы должны быть верны тому наставнику, которого Бог нам дал. Дальше мы должны быть верны в семье, мы должны быть верны мужу, жене. Своим детям, своим родителям мы должны верно и хорошо правильно относиться к своей работе, мы должны быть верными в конце концов в своей стране, мы должны быть верными в том городе, в котором мы живем. Верный что он делает? Он молится, он заботится, он не безразличен к этому, но прежде всего мы должны быть верны Богу. И сегодня мы в основном поговорим о том, что мы должны быть верны Богу, Церкви и своему наставнику. Ну, в таком направлении пойдем. Я думаю, что если человек благочестивый, то он будет верен и своему мужу, и своей жене, и все у него будет хорошо. Но все начинается с того, как мы приходим к Богу, и каким образом мы дальше потом с Богом живем, ходим мы с Ним или не ходим, какой образ жизни ведем. И что же такое вообще верность? Вы знаете, тут у меня проповедь, наверное, на два часа или на полтора. Потому что думала, не буду больше там писать, остановлюсь. Я, наверное, не знаю, или вскользь все вспомню, или половину, в следующий раз половину. Я не знаю, как получится. Но я, когда начала исследовать, что такое верность, открыла словарь, то, вы знаете, очень много я выписала для себя разных определений. И я думала их выпустить, не буду говорить. А потом так подумала, что вот эти все качества, которые здесь написаны, это качества христианина. Я думаю, может быть, вы или захотите как-то себе написать, допустим, вы молитесь, вы хотите измениться, вы хотите иметь определенные качества. Я, когда буду читать вот эти все определения, вы можете себе по очереди писать, кто такой христианин. Это кто такой христианин? Кто такой верный христианин? Начинаем мы с определения верность. Что же такое верность? Верность — это стойкость и неизменность в исполнении своих обязанностей. Это стойкость и неизменность. Если мы пришли, и мы поняли, что мы должны служить Богу, если мы за что-то взялись особенно, то мы теперь должны понимать, что мы должны это делать постоянно и стойко, неизменно, непоколебимо, идти тем путем, которым Бог нам предназначил идти. Можно это, верность я говорила в отношении, в взаимоотношении между членами семьи, между родственниками, это касается чувств. Тоже, если есть между мужем и женой определенные тоже чувства, должна быть стойкость и неизменность в этих чувствах, в взаимоотношениях. Но кто же такой верный? А верный — это соответствующий истине. Это правильный, точный, это несомненный, то есть без никаких сомнений. Это надежный, прочный, стойкий, преданный. Тот, который выражает уверенное утверждение. То есть он говорит, помните, да и аминь в Библии написано. Вот у него тоже. Всё «да» — это действительно так. Верный человек, он «да», действительно верный. И это видно по его образу жизни, по его поступкам. Мы же друг для друга открыты, ничего скрыть нельзя, мы же видим, кто из нас как живёт. Кто такой уверенный? Потому что я начала от верность, а там верный. А верный — это кто такой? А там уверенный. А уверенный кто такой? Это твёрдый, непоколебимый и несомневающийся. Твёрдый, непоколебимый и несомневающийся. А что значит верить? Я верю в Бога. Я верю. Верить — это быть убеждённым и уверенным в том, во что ты веришь. Потому что если ты неубеждённый, то ты будешь сомневаться, ты будешь колебаться, ты в конце концов отпадёшь, отступишь от Бога. Верить — это значит иметь прочно сложившееся мнение. Это принимать то, что мы слышим, принимать за истину. Но нам тут проповедуется истина. И в Слове Божьем мы тоже читаем истину. Это правда, но это больше правды. Это истина. Если я её принимаю действительно за истину, а даже не за ту правду, которая вокруг меня, меня окружает, потому что да, действительно, есть проблема какая-то. И если я буду смотреть на эту проблему и обижаться на Бога, то, извините, я не проявлю никакой уверенности, я не проявлю никакой верности. Я показываю свою неуверенность, и я вообще-то не верующий, потому что я начинаю сомневаться в истине, потому что мне проповедуется истина, а я, оказывается, не доверяю этой истине, потому что у меня есть своё мнение. Я смотрю своими глазами на то, что меня окружает. Кто такой убеждённый человек? Убеждённый — это тот, который выражает уверенность, непоколебимый в своих убеждениях. Если мы пришли, стали, покаялись, стали учениками Иисуса Христа, и мы пребываем в определённом учении. Значит, у верующей тот, который имеет определённое убеждение. Каким же образом тогда верующий может отступить от Бога, если он был убеждён? Ответ напрашивается, значит, он не был убеждён. Правда? Или неправда? Правда. Кто такой стойкий человек? Это прочный, не ослабевающий. Опять же, ну как можно не ослабеть? Если приходят проблемы, действительно, они нас изматывают иногда, мы бессиливаем. Но дело в том, что когда мы знаем, кому мы привиты, что мы находимся на лозе, и мы питаемся этим соком, то у нас будут силы. И мы не ослабеем. Бог укрепит наши дрожащие колени и наши руки. Он нас поднимет. Он нам даст силу пройти, идти дальше. Это непоколебимый и упорный, твёрдый, упорный. Помните, как Яков? Не отпущу, пока не благословишь. Вот это и есть свидетельство верности и стойкости. Человек упорный, он идёт до конца, он не отходит, не отступает. Не отклоняется ни вправо, ни влево, как мы говорим, ни на один шаг. Но это нам фраза знакома, но не всегда в жизни у нас получается её применить. Кто такой прочный? Прочный — это крепкий, с трудом поддающийся разрушению или порче. Но нельзя, как ни дави, с какой стороны ни придави, а он не поддаётся разрушению. Вот это человек прочный. Это человек надёжный, это человек постоянный, проверенный на стойкость и на выдержку. Всем известно местописание. Испытание нашей веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие. Не хватает терпения, молись за долго терпение. Но испытание нашей веры, все трудности в нашей жизни приходят, чтобы посмотреть, какой сок потечёт из этого фрукта. Полезный или не полезный. Испытание нашей веры, если мы всё равно в трудностях стоим и уповаем на Бога, держимся за Него, если мы всё равно оказываем верность Богу, то Бог тогда даёт нам сверхъестественную благодать для того, чтобы наше терпение совершенствовалось, чтобы оно становилось всё крепче и крепче, чтобы больше и больше, чтобы мы были не просто терпеливы, а долго терпеливы. И ждали до конца. Как тут я говорила, упорно до победного конца. Дальше. Кто же такой твёрдый человек? Это сильный и решительный. Вот если человек сильный и решительный, и в какой-то ситуации, когда хочется бросить всё и убежать куда-то, а человек решительно делает шаг вперёд, шаг веры. Вот это человек твёрдый. Твёрдый в вере. Твёрдый в Боге. Твёрдый в истине. Опять же таки непоколебимый, устойчивый и прочный. Кто такой постоянный? Это неизменный и одинаковый во всё время. Не сегодня так, а завтра и так. Не в этих стенах один, а за стенами другой, а домой приходишь третий. Нет. Неизменный и одинаковый. Везде, все дни своей жизни, сколько он живёт на этой земле. И на всяком месте. И это неизменчивый и твёрдый. Опять твёрдый. Кто такой надёжный? Это внушающий доверие. И опять верный. Надёжный человек — это верный человек. И опять же прочный и крепкий. Ну смотрите, везде одно и то же. Вот это то содержание, которое должно быть в нас, как в верующих. Кто такой преданный человек? Это исполненный любви и верности. Если есть любовь и верность, то человек останется преданным тому месту, куда Бог посадил, тому Богу, который к себе привёл, и тому делу, которое Бог поручил. Человек останется верный. А кто ж такой непоколебимый? Опять-таки, стойкий, надёжный, такой, что нельзя поколебать ни в чём. Он не колеблющийся. Он настолько твёрдый, настолько уверенный, настолько посвящённый, настолько верный и преданный, что он не поколеблется, не будет слушать, не примет никакой лжи, какая бы ни распространялась вокруг. Слушайте, это человек верный. Это характеристика верного человека, верного Богу. Вы знаете, я не знаю, как вы молились, но я, ещё будучи неверующей, было много разных проблем, и я не знаю, почему я тогда к Богу обращалась, потому что Бог знал. Он сотворил человека для чего? Чтобы каждый искал его. И не найдёт ли? И, вы знаете, я тогда молилась и говорила, Господи, я не знаю, в какую церковь мне идти, потому что я слышала тогда и о Пятидесятниках, и православная церковь была, и сводители Еговы разносили разную литературу, читала книги, там разную гадость на христиан говорили. Вы же сами знаете, что христиан обливают грязью. А если ты ничего не знаешь, ещё и не можешь ни в чём разобраться, что же делать? Я как-то сама по себе не знаю. Бог так меня побудил. Я молилась Богу, приведи меня к себе. Больше ничего. Господи, приведи меня к себе. Я хочу быть там, где Ты есть. И Бог меня привёл в эту церковь. И я верю, что это Бог привёл, потому что я молилась, и Бог мне ответил. И Он привёл меня. Значит, Он здесь есть. Он есть здесь, потому что Он меня привёл к себе, потому что я у Него этого просила. Просите, и дано будет вам. Я даже об этом местописании даже не слышала и ничего не знала. Но Бог меня услышал, и Бог мне ответил, и Бог привёл, хотя я была халдейкой. Я не знаю, молится кто-либо из вас, Господи, я хочу исполнить Твою волю на этой земле. Я хочу быть в воле Твоей. Мы молимся так? Я хочу этого. Пусть у меня не всегда получается, но я доверяю Богу, я верю, что Бог всё равно будет держать меня в своей руке и будет вести своими путями. Но я так думаю, и я убеждена, что если вы сидите в этой церкви, в этом зале, в этом доме, то для вас действительно есть воля Божья. И вы в воле Божьей. И сомневаться в том, что это Божий дом или не Божий дом, это Бог меня привёл сюда или я сам пришёл сюда, то я вам скажу, это Бог вас привёл. А дальше ваше дело. Оказать Ему верность и постоянство, быть надёжными, быть непоколебимыми или сомневаться и убежать. И если у нас что-то в жизни получается не так или чего-то мы недополучаем, то виноваты только мы. Почему мы чего-то недополучаем? Что Бог не одинаковый для всех? Бог для всех одинаковый. И если несколько человек, много тут, я верю, что они получают всё необходимое для Бога. Правда? Но есть такие. Я получаю. Кто получает от Бога то, что Ему необходимо в этой церкви? Если мы получаем, то я думаю, что должны все остальные получать. Понимаете? Мы можем обижаться на кого угодно, осуждать кого угодно, возмущаться против чего угодно, но проблема в нас внутри. лично в нас внутри сидит проблема, которую нужно искоренять. А искоренять — это значит подавить эту гордыню, которая поднялась и начинает нам спутывать все карты и начинает нам ставить подножку. Это до добра не приведёт. в том, чтобы быть верными, постоянными, преданными и так далее, о чём я говорила. Это наше предназначение от Бога. Это наше предназначение от Бога. А недовольство, я уже сказала, — это гордыня. И если мы против чего-то или против кого-то бунтуем, то мы бунтуем конкретно против Бога. И мы стали врагами Богу, врагами Богу. Мы же знаем, что Бог насадил церковь, Бог её учредил, и что те... Я думаю, что вы знаете это. И каждый служитель, каждый лидер в этом доме, тем более пастырь, это те люди, которые поставил Бог благословил, помазал, и сказал, — иди и делай. Вот я тебе даю курс такой, вот я тебе даю задание. У него есть водительство от Бога, у каждого служителя. Я верю. Тут никто не строит своё царство. Мы же не самозванцы. Ну, я, например, выбегала сюда и сказала, так, я тут буду сейчас. Или кого-нибудь мы слышали, не слышали. Правда? Наоборот, мы упираемся. А может, не надо, Боже? А Бог говорит, — надо, Федя. Надо. Наша задача — быть верными Богу и быть верными тому порядку, который Бог установил в своём царстве. Правильно? Если мы пришли в Божье царство, мы приезжаем в другую страну, где-то за границу, и мы изучаем закон, потому что не знающий закон он не освобождён от ответственности. Правильно? Точно так же в Божьем царстве. Мы приходим туда, есть определённый порядок, и мы теперь должны подчиняться этому порядку. А если мы не умеем подчиняться этому порядку, так кто виноват? Что происходит на самом деле? Бог находит верных и определяет их на служение. Правильно? Я не придумала, это нет. Это написано в 1 Тимофея 1, 12. Бог находит верных, Он смотрит в сердце. Хотя каждый человек, он несовершенство, он может ошибаться. Я не говорю о грехах. Он не имеет права грешить, если он христианин и служитель. Не имеет права грешить, но ошибаться могут все. И если мы судим кого-то за то, что кто-то что-то неправильно сделал или где-то ошибся, ну нам надо тогда посмотреть на бревно, которое в нашем глазу. Евреям 13, 17. Повинуйтесь, то есть слушайтесь наставникам вашим и будьте покорны, то есть подчиняйтесь им, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших. То есть заботятся неусыпно, как обязанные дать отчет. То есть им предстоит дать отчет Богу за свой труд. Надо уважать труд человека, который поставлен нам Богом. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, то есть чтобы они не печалились. Не будем доставлять печали своим лидерам, своим служителям, своим пастыру. Давайте не будем доставлять печали, ибо это для нас не полезно. Написано в слове. А если это написано не полезно, то значит вредно. Для чего нам Бог поставил служителей? Я думаю, вы поняли. Я сказала о церкви, что церковь для нас нужна, обязательно нужна, есть определенный порядок, точно так же нам нужны наставники, тем более пастырь. почему? Это же нам, что нам во вред поставлен кто-то? Чтобы нам по башке давать лишний раз, или как? Хотя, вы знаете, я там не имею, читала такую главу, что он взял и побил там кого-то за то, что он не сделал того, что должен был сделать. Но у нас, слава Богу, этого нет. Слова Богу, правда? Потому что Бог смотрит на сердце. А ты сейчас бей эту плоть, не бей эту плоть. Толку никакого. Никакого. Если Бог не прикоснется к сердцу, ничего не произойдет. Только враг номер один появится в жизни. Служители поставлены нам для того, чтобы учить нас ходить Божьими путями, чтобы открыть нам глаза духовные на истину, на Бога, что Бог нам сделал. Они поставлены для того, чтобы беречь нас от волков, которые вокруг ходят. И откуда мы знаем, за каким холмом сидит какой волк, который пытается там охотиться на нас и пытается нас ухватить за что-то. А потом мы кричим, а потом мы плачем, потому что мы непослушны. У нас нет верности нужной такой, как должна быть. Мы какие-то расхоложенные. Я о себе тоже говорю. Я хочу больше быть горячей для Бога. Не знаю. Наверное, пришло время нам дать укор, урок. Я не знаю. Наверное, Бог хочет нас потрясти как-то, чтобы мы пришли в чувства, чтобы мы поняли, что церковь — это не шутка и не игра. И вера тоже — это не игра. Это не просто так. Я пришел, посидел в церкви, потому что мне удобно и хорошо, и пошел. И ну как-то так. Ну сам по себе. Кошка, которая играя, гуляет сама по себе. Мы должны духовно возрастать. Мы должны приносить плод. Если Бог касается наших сердец, Ему нужны верные, которых Он хочет определить на служение. У Него служений много. Вы же знаете, что мы — строение духовное. Мы все стройно слагаемся в строении. Бог производит свою работу с каждым из нас. Он нас шлифует, Он нас переплавляет. Все, что только можно, делает для того, чтобы мы в этом строении были, как нормальный кирпичик. И чтобы это строение было стройное. А для этого каждый должен делать свое дело, которое Бог для него определил. Чтобы мы получили, помните, чтобы мы получили приращение в любви. Для этого каждый должен делать что-то. Как в организме. Обмен веществ есть? Сколько клеточек? А это точно так же тело Христова. Вот сколько нас, сколько клеточек. Каждая клеточка должна жить. Должна быть живой. Давать отдачу. Для того, чтобы была энергия в этом теле. Чтобы проходил правильно обмен веществ. Чтобы была сила. Чтобы это тело было способно что-то сделать. 1 Коринфян, 4 глава. Я читала вам в начале 2 стих. Сейчас прочитаем с 1 по 5 стих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей, то есть слуг Христовых, и домостроителей, то есть домоправителей тайн Божьих. Это говорил апостол Павел. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Что написано в деяниях? Кому я должен больше опоминоваться? Человеку или Богу? Богу. И вот если даже мы ошибаемся, и мы кому-то не нравимся, и о нас кто-то что-то говорит обо мне, я знаю, что обо мне говорят. Ну, не знаю, зараз не чула, но раньше чула. Если во мне что-то не так, простите, извините, я не совершенство. Совершенный Бог. А я всего-навсего человек, который учится жить правильно. Я учусь. Я не волшебник, я только учусь. Я не сужу даже о себе, потому что я не доверяю сама себе, потому что я могу в любой момент где-то что-то не так сказать, не так подумать. Потом я быстро подумала, о, Господи, прости меня, я каюсь. У нас есть эта милость, эта благодать от Бога. Сразу же прибегать к Богу и тут же раскаяться перед Богом. И Бог опять являет свою благодать, очищает нас, освящает. И мы перед Богом чисты, непорочны опять. Упал ты, поднялся, идёшь дальше. Чего ты упал, лежишь и кричишь, и возмущаешься? Поднимайся! У тебя впереди вся жизнь, иди вперёд! Не суди никого из себя, не суди. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, то есть я вроде бы ничего плохого и не сделала, но тем не оправдываюсь. Я не говорю, что я хорошая, правильная. Судья же мне, Господь. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Искреннего служителя видно. Видно по плодам. Помните, дерево узнаётся по плодам. Что мы говорим? Как мы поступаем? Что мы делаем? Как мы живём? Какой образ жизни у нас? Это всё видно. Если мы думаем, что там где-то что-то скрыто и незаметно, то я вам скажу, что заметно и очень. Ещё одно местописание. Второе Коринфянам. Четвёртая глава. Второй и третий стих я читаю из нового перевода. «Мы отвергаем любые нечестные методы, за которые бывает стыдно. Мы никого не обманываем и не искажаем Слово Божье. Мы возвещаем истину. И пусть каждый человек судит нас в своей совести перед Богом». Если мы кого-то судим, это касается нашей совести. Вот наша чиста совесть перед Богом в тот момент или нет? Написано, что пускай каждый судит в своей совести, но перед Богом. И он будет отвечать перед Богом. И мы тоже, если кого-то судим, то будем отвечать перед Богом. «Если для кого-то радостная весть, которую мы возвещаем, и закрыта, то только для тех, кто идёт в погибель». Слушайте, ну не дай Бог сидеть в церкви, быть бунтарём, шукать единомышленников, распространять сплетни и надеяться на то, что у нас всё будет хорошо, погибель нас сменёт. Но вы понимаете, что это опасно? Ведьмы, Бог нас взял как растение культурное, посадил в своём доме и сказал, вот кушай, пей водичку, укореняйся, корешочки пускай поглубже, цвети для меня, благоухай и приноси плоды. Об этом написано в Псалме 91, 14, 16. И тогда ты не будешь ни в чём нуждаться, тогда у тебя в жизни всё будет. Слава Богу. Написано, «Насаждённые в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты будут, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нём». То есть он скала моего спасения. Я на него уповаю абсолютно во всём. Они и в старости плодовиты будут. Это говорит, что сейчас они плодовиты, они и в старости будут плодовиты. Такие люди, которые насаждённые в определённом месте, в определённом саду. Вот вы представьте себе, что вот эта церковь — это сад Божий. Один из многих, которые по всему лицу земли. Это Божий сад. И каждый из нас, мы посажены в этом доме. И это воля Божья, чтобы мы здесь росли, цвели и плодоносили. Это воля Божья. Мы должны проявить в тот момент, когда Бог приводит нас к себе, насаждает нас в своём саду. Мы должны проявить верность Богу и действительно приносить, в конце концов, плоды. Не прятаться от Бога, если что-то не так, как произошло в Эдемском саду. Что-то не так — сразу в кусты. Да не в кусты! Господи, вот я такой и сякой, вот я наделала это и то, вот я наговорила то-то и то-то, вот я оскорбила кого-то, Бог мой, прости меня. Но кусты — это не выход. Только те, которые верны Богу, только они могут регулярно и постоянно и цвести, и приносить плоды, и быть свежими всегда. Не чахликами, не вмирущими, а быть свежими, потому что Божья благодать, она освежает. Она приносит свежесть, она даёт второе дыхание, она даёт кислород. Это часы стоят или что? Всё правильно, без пятнадцати. А часы стоят. А я думаю, так сколько времени сейчас? Уже восемь, у меня уже нет времени, да? Я поняла. Хорошо, я сейчас закруглюсь, а потом я вам в следующий раз да расскажу. Кто такой верный человек? Верный человек — это тот, который подчинил свою волю, воле Божьей, который ищет не своего, а Божьего. Это тот человек, который угождает ни себе, ни своим прихотям, ни своим желаниям, а Богу. Это тот, который всегда остаётся верным и Богу, и Его воле, и тому месту, где Он посажен, и тому делу, которое Бог Ему доверил, и тому наставнику, который поставил, тому брату и сестре, который рядом находится. И Он будет всегда говорить правду тому же самому брату и не будет льстить, будет искренним человеком. Поэтому о том, что у нас там есть дары и таланты, способности, где и как, куда мы их применяем, мы поговорим в следующий раз. А сейчас я вам прочитаю ещё раз, кто такой верный человек. Верный человек — это соответствующий истине, это правильный человек, это точный человек. Как написано в Иисусе Навине в первой главе? Вникать, да? День и ночь там пребывать для того, чтобы поступать так, как там написано. Точно. Это несомненный человек, это надёжный, прочный, стойкий, преданный, тот, который выражает уверенное утверждение, у которого да есть да, нет есть нет. Который не колеблется, не сомневается, не лицемерит, не притворяется, который настоящий, вот такой есть, он настоящий. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были такими, какими Бог нас ожидает видеть, потому что Он хочет видеть нас верными. У Него для нас есть великое, прекрасное дело, которое Он хочет через нас совершать. И если был призыв в чьё-то сердце, что Бог вам хочет что-то поручить, а вы это не можете взять, потому что, нет-нет, Бог, я не могу, я с этим не справлюсь, так это какой-то страх. Страх неправильный, это не Божий страх, а человеческая боязнь какая-то. А нам Бог не дал боязни, дал силу, любовь и здравомыслие нам. И сказал, ты пойди, а я буду делать через тебя. Мы должны просто поднять руки и сказать, Господь, хорошо, я пойду. Потому что, кто боится, тот несовершен в любви. Значит, нет Божьей любви внутри получается. А если человек не говорит да Богу, значит, он говорит ему нет, а если он говорит ему нет, это неверность, это грех, это бунт. Ну, куда ни пойди, вот посмотрите. А Бог ожидает, чтобы каждый оказался верным. И если Бог призывает, то мы должны просто сказать, Господь, да, я буду, я пойду. Я не знаю, что ты будешь со мной делать, но я верю, что ты что-то слепишь. Если Бог дал родиться нам на этой земле и потом привёл в церковь, которая живая, так слушайте, почему Он не может сделать из нас то, что Он хочет сделать? Почему Он не может явить славу в нашей жизни? Мы должны дать Ему сделать то, что Он хочет, и явить свою славу в нашей жизни. Господь, мы славим Тебя на этом месте, превозносим. Ты великий Бог, и Ты всемогущий Бог, славим Тебя. Спасибо Тебе, что Ты трудишься и дальше будешь трудиться в наших сердцах. Ты не оставишь нас и не покинешь. Ты пообещал в Своем Слове, и мы благодарны Тебе, что Ты изменяешь нас в свою славу, в образ Твоего Сына Единородного. Отец, Ты нас изменяешь, и мы благодарим Тебя, Святый, что верность – это одно из самых главных качеств наших сердец. Если у нас где-то есть что-то хромлющее, Господи, помоги, чтобы оно не поломалось совсем и не скалечило нас. Исправь, Господь, все хромлющее в наших сердцах, в наших душах, чтобы мы стали твердо на свои ноги, чтобы мы поднимали чистые руки к Тебе, чтобы мы взывали, Господь, чистыми устами, чтобы мы прославляли Тебя, воздавали Тебе хвалу, возвеличивали Тебя на этой земле. Помоги нам свою волю подчинить Твоей воле. Помоги угождать Тебе. Помоги всегда искать только Тебя и только Твоего лица. Помоги, Господь, нам быть угодными Тебе на всяком месте. Помоги нам еще больше уповать на Тебя и доверять Тебе. Господи, пускай вера Твоя умножается в наших сердцах. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Твой народ, он верный Тебе, верный этому дому, верный этому пастору, верный наставникам и верны друг другу и поступают друг с другом невероломно. Господь, спасибо Тебе, славим Тебя и благодарим, что Ты делаешь намного больше, чем мы просим и помышляем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.